Спасатели вместе с медиками выносят из-под завалов пострадавших от взрыва на носилках. Легкораненые, сидя на земле, ожидают помощи, но уже звонят родственникам сообщить, что остались живы. В суматохе еще никто даже не задумывается, что стало причиной взрыва. Сидеть можешь? Сидеть можешь? Сидя, сможешь доехать? Легче будет уехать. Можешь уехать, Сидя? Почти сразу СМИ сообщили о 10 погибших и первая официальная версия – утечка бытового газа. Взрыв прогремел в столовой колледжа. Предположение выглядело вероятным, но недолго. Вскоре стало известно, что здание никогда не было газифицировано. А потом о кошмарных событиях в колледже начали рассказывать свидетели. И те, кто покинул здание за минуты до трагедии. Потому что Настю, мою кролика, убили насмерть. Ее мать убили насмерть. Трупов полно детей, трупов полно настоящий тиран. Ворвались и ровно через 5 или 10 минут после моего отъезда кто-то ворвался. Взорвали весь, все повылетали, все стекла, взорвали холм. Бегали, потом бросали какие-то взрывные пакеты. Потом с автоматами бегали, ну я не знаю с чем. По второму этажу открывали кабинет и убивали всех, кого могли найти. О нескольких вооруженных людях говорили многие очевидцы. О выстрелах в здании все свидетели. Слово теракт прочно обосновалось в новостях. Следственный комитет возбудил уголовное дело именно по этой статье. А спасатели продолжали разбирать завалы. Количество погибших увеличилось почти вдвое. Журналисты тем временем получили этот снимок с камеры наблюдения. Один человек с оружием. Он и стал единственным подозреваемым. Детальный осмотр места трагедии дал первые результаты. Не теракт, массовое убийство. Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства. Кроме того, Александр Бастрыкин направил на место происшествия криминалистов и следователей Следственного комитета России. Эта версия останется основной. Владимир Путин из Сочи призвал следователей максимально полно расследовать преступление уже после того, как она прозвучала. Глава государства выразил соболезнования жертвам трагедии и начал рабочую встречу с президентами Египта с минуты молчания. Уважаемые друзья, в знак памяти от погибших я прошу почтить их память минуты молчания. Главный подозреваемый Владислав Росляков, учащийся этого колледжа, что толкнуло молодого человека на жуткое преступление, пока остается загадкой. Совсем недавно он получил разрешение на оружие, получил справки от психиатра и нарколога, а потом купил полторы сотни патронов и отправился убивать однокурсников. Это видео было опубликовано всего несколько минут назад в телеграм-канале Мэш. Мы пока не можем подтвердить его подлинность. Мать подозреваемого работала в городской больнице. Вместе с коллегами принимала первых раненых. И только когда пришли следователи взять показания, узнала, что ее сын подозревается в убийстве. Сейчас медики продолжают оказывать пострадавшим помощь, а керчане стоят в очереди сдавать кровь для раненых. Илья Андреев, Мария Тарасенкова, РТВАЙ.